Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. За окном у нас на календаре 13 марта, на градуснике около 4 градусов тепла, среда. Несмотря на то, что сейчас уже потеплело, относительно потеплело, но последние два дня, вчера-позавчера, в Киев пришла зима. Если вы посмотрите, вот это вот остатки снежной роскоши. Посмотрите. Многое уже потаяло, но действительно реально валил снег. Для Киева, для Украины такая погода в середине марта уже не новинка, но удивление было. Сегодня у нас на повестке дня ярмарка, продуктовая ярмарка, которая проходит в среду в Днепровском районе. Я уже почти к ней подхожу. Посмотрим с вами цены, посмотрим с вами ассортимент, посмотрим с вами атмосферу, посмотрим с вами настроение людей. Многие вчера удивлялись, вчера-позавчера многие удивлялись тому, сколько выпало снега и что можно реально снова кататься на санках. Как действительно были следы от санок в парках. Но если кто-то помнит, а многие это помнят, в 2013 году в Киеве навалило столько снега 23 марта 2013 года, что на Андреевском спуске люди катались на лыжах и на сноуборде. Вставлю вам зарисовочку на этот счет, тоже посмотрите обязательно. На самом деле многие против того, чтобы в середине марта, в середине почти весны падал снег. Но скажите об этом сноубордистам и лыжникам, которые реально ждут, выжидают по 8 месяцев, чтобы потом 2-3 месяца покататься на лыжах и на сноуборде. Многие любят зиму. Если вы не любите зиму, не любите снег, не любите Австрию, не любите Карпаты, не любите горы, высокие горы, Альпы, то, скорее всего, вы просто не умеете кататься на лыжах или на сноуборде. Благодарю каждого из вас, кто уделяет свое время, смотрит видео, смотрит его до конца, дает обратную связь, пишет какой-то коммент, потому что это важно для меня получать фидбэк. Если вы подписались, я вообще ставлю вам огромный палец вверх. И в одном из голосований вы сказали, что вам интересна будет тематика обзора самого дешевого на сегодняшний день магазина в Киеве. Он недавно открылся. Открою секрет, что он, по некоторым данным, даже дешевле, чем сеть АТБ. Завтра поеду на съемку. Ну, съемка громко это сказано. Завтра поеду, посещу этот магазинчик. Так, друзья, мы подходим к рынку. Этот рынок находится вдоль оживленной трассы, которая идет на мост Патона от Ленинградской площади. Его перекрывают, движение по вот этой вот дорожке перекрывают с обоих сторон. В самом конце, там находится Дарнинская площадь, в прошлом Ленинградская площадь, и начинается он с этой стороны. Большинство людей, конечно же, учитывая развязку, учитывая удобство подхода, учитывая близость к метро, они подходят с противоположной стороны. А мы сегодня подойдем от обратного. Так, друзья, тут начинаются у нас хозяйственные такие вот штуки для стирки. Носочки. Буквально пару лоточков тут с носками, пару лоточков тут с труселями, пару лоточков тут с хозяйственными принадлежностями. А дальше идут уже продукты. Напомню, что на сегодняшний день по Украине курс доллара, да, то есть чтобы вам, возможно, если вы не с Киева, не с Украины, чтобы легче было ориентироваться. Один доллар – это у нас 38 гривен, один евро – это у нас 42 гривны. Поэтому просто делитесь сумму, которую вы увидите на экране, или на 38 получаете доллар, или на 42 получаете евро. Все максимально просто. Вот такие вот вышиваночки у нас есть. Интересно посмотреть, какая у нас цена. Добрый день. Чоловичи есть у вас какие-то? В вышиванке так. А, вот здесь, правда, да? А в Якутии, ну так, чтобы, например, на мы. А, я бачу. Двух до трех. Ага, ага. А вот так. Двуха 800, така 2 800. 2 800, понял. А цематериал я… Ну, еще лен. Сразумев. Лен – это классно. Вышиванка, которую вы видели, 2 800 – это, ну, что-то около, возможно, 60 долларов, может быть, больше чуть-чуть делите на 38. Лен. Очень комфортно в нем. Летом продувает, не жарко, и все. Очень комфортно. Так, друзья, вот мы подошли с этой стороны к яблокам. В прошлый раз, неделю назад примерно, я видел яблоки были по 25 гривен. То есть, я не знаю, или они подорожали в связи с погодой. Ну, сейчас вот они стоят 19,99. И даже есть дешевые, которые нужно съесть. Именно сегодня стоят 9 гривен. Вот есть 10 гривен. А, нет, извиняюсь, не 10, это 19 гривен. Ну, самые дешевые, вот если вам прям на сегодня, на компот куда-то, то 9 гривен. Ну, то есть, это, скорее всего, какие-то подбитые, может быть, где-то что-то упало, какое-то яблочко. Так, гриппфрут 49 гривен. Подешевел был, гриппфрут стоил до этого 60 гривен, я помню. Апельсин 59 гривен, 59 гривен, лимон 60 гривен. Хурма 19 гривен и хурма 60 гривен. 60 гривен, это, ну, около где-то 2 долларов. Акция, черри, помидоры 69 гривен. Ну, кстати, вот смотрите, в первых лотках, вот я сейчас смотрю, те цены, которые я сравниваю с обычными, ежедневными, которые я вижу, они дешевле. То есть, если черри, говорить про черри, то черри обычно 100 гривен стоит, примерно. Там кабачок, вот смотрите, 39 гривен, он обычно стоит 60 гривен или 70 даже гривен. Но там даже есть цукини 40 гривен. Вот по 30 даже есть кабачок 30 гривен, это 40 гривен. Так, черемша, черемша. А в Якутино черемша, скажите, будь ласка. 25 черемша. Черемша, кстати, я не знал, куда ее используют. Вот загуглил, посмотрел. И вы знаете, с черемшой очень много на самом деле блюд. Начиная от салатов, ее используют не как просто приправа, как специя какая-то, а реально ее максимально используют для еды. То есть, там, лучок, какая-то черемша и эти яйца. И все, у вас получается готовый салат. Так, томатный сок. Добрый день, томатный сок. А что такое томатный морс? Это как сок, только? Это томат с семечкой. Ага. А это просто томатный. Ну, он это как оригинальный, без соли, без соли. А это соленый. Ага, понял. А это не соленый. И это сок томатный, не соленый. Не соленый, понял. Ага, просто ебачу, да. Так, аджика 50 гривен. Аджика 50. А перед сладкий. Ага. Ну, все, как треба, да? Заразумив. Такое. Есть любители реально аджики. Вот просто я знаю людей, которые без аджики не могут вообще трапезничать, не могут никакие вторые блюда есть. Поэтому я, например, вторые блюда и мясо там не могу без кетчупа. То есть это, ну, я не знаю, какая-то привычка, непривычка, выработанная годами. Ну, вот как есть. Так, мята 60 гривен за 100 грамм. Рукола 100 грамм 50 гривен. Круп 10 гривен. Щавель 20 гривен. Черри 60 гривен. Вот черри, кстати, подешевели. Не знаю, или это просто новый урожай, если так можно сказать. Теплицы какие-то, но черри со 100 гривен, с 90 гривен подешевели. Яйца. Яйца 40 гривен. Чуть больше, которые 43, 45 или 50. Ну, какая маленькая собачка. Подумал вначале, что это ее шерсть. А это, оказывается, шутка. Капуста. Капуста, обычная капуста. Это 10 гривен за килограмм, лук 18 гривен. Многие покупают лук просто мешками еще перед зимой. В итоге получают полусгнивший лук за зиму, который там рассохся, не рассохся. Ну, нет, он не рассыхается, но он реально плохо себя чувствует. А выигрыш на самом деле вообще минимальный, потому что купить 30 кило лука, ну, это реально нужно увлекаться этим луком и реально его постоянно употреблять. Так, это у нас курица. 220 гривен. 140 гривен. 150 гривен. Перепела. 350 гривен. Мясо тоже важно и нужно для употребления. Клубника. 185 гривен. Добрый день. А это клубника из теплиц какая-то, да? А, а, с Греции. Обалденное попробую. 185 гривен. Спасибо. 185 гривен. Клубника. Добрый день. А сало в Якутии у вас? 200 килограмм. 200 килограмм сала. Чернослив. 120 вяленый. Вчера заказал, кажется, за такую же цену. Чернослив для узвара. А вот, кстати, груша. Нигде абсолютно не мог найти грушу вяленую. Она просто топ для узвара. Вот реально не мог найти грушу. Есть сушеная, а вот для узвара нужна именно вяленая. И купил, если я не ошибаюсь, за 80 гривен килограмм. Вот мне должно завтра прийти. А тут, пожалуйста, на рынке 70 гривен. Думал, что груша и... Ну, проблема. Вот реально, даже в больших супермаркетах груш я найти не мог. Так. Бекон мясный 270. Колбаска диетичная. Телятина 290. Молочная 210. И починкова 160. Рыбка у нас. Добрый день. Рыбка у нас. Селедка 135. Мерлуза 145. Хек 139. Ментай 138. Треска 159. Рыбу, знаете, как я покупаю? Если мне название не знакомо, я вот так встаю около прилавка, открываю гугл и гуглю рецепт там мерлузы, грубо говоря, да, или чем полезна там мерлуза. Ну, Хек, понятное дело, это знакомая. То есть и мясо я понимаю, насколько оно жирное, нежирное, сухое, не сухое. А те незнакомые названия, я вот встаю и гуглю, если люди там пишут, что, ой, оно там сильно жирное, или сильно разваливается, или сильно там маслянистое, то уже принимаю решение по факту. То есть вот такой у меня подход. Редиска 100 гривен, гранат 130. Интересно, вот что огромное количество гранатов сейчас продают. Вот, ни разу не видел, чтобы люди стояли, или хоть кто-то покупал гранат. Вот гранатовый сок, да, видел. И то это в магазине, где гранатовый сок, а там раз-два я пчелся, там 20 грамм. А именно на рынке гранатовый сок я не видел, чтобы покупали. Так, печеньки у нас для сладкоежек цены, смотрите, чтобы ориентироваться. Начинаются с сушки, горчичная, самая дешевая сушка, вот там вот 110 гривен, пряник 99. И вот потихоньку-потихоньку переходим к кремам. Так, трубочки, печенька вот с изюмом, видите, 240 гривен за килограмм. Так, тут у нас поленье, ну это сухое, с чайком вообще заходит, на ура, дамские палочки, дамские пальчики называются. Вот такой печенька 199 гривен, тоже очень популярный. Зефир, а нет, это не зефир, это безе, 450 гривен. И вот тут вот уже для сладкоежек с маком, с картошкой 299 гривен. Вот такие вот маленькие штучки на один прикус для детишек, очень классные кексы, 180 гривен за килограмм. Зефир 199 и зефир в шоколаде 280. Я уже говорил раньше, что если есть выбор между конфетами и между зефиром, конечно, более, со всех сторон, более полезный, менее химозный, это, конечно, зефир. Посмотрите ролик в одном из прошлых роликов, мы смотрели, тут даже продавали букеты из зефира, которые создают целые экспозиции. Ребята продавали, посмотрите это видео, оставлю ссылочку в комментариях или во всплывающей подсказочке будет. Так, перец, перец 79 гривен, капуста 69, перец 99, вот, кстати, перец, ну, я не знаю, вот этот, наверное, он уже чуть-чуть подуставший, нормальный 99, огурцы 79. Нужно будет вот для интереса зайти в магазин, потому что перец в магазине на сегодняшний день 149, тут 79, то есть реально в два раза дешевле. Вот, посмотрите, 79, киви 69, 60, 50, извиняюсь, 59 гривен в магазине киви под сотню. То есть сегодня меня сами приятно радуют. Помидор черри 85, почерыци 85. И на самом деле людей сегодня, я думал, что будет меньше по сравнению с обычным теплым, так назовем, днем. Сегодня я хоть и без перчаток, но так прохладно, скажем так, прохладненько. Я думал, что людей будет меньше, реально меньше. Сейчас на часах около двух часов дня, и все желающие, наверное, вот примерно как раз в это время расчехляются, собираются, просыпаются и начинают движение на рынок. Так, груши у нас 40-30 килограмм или 60 килограмм груша. Сельдерей, для тех, кто много болеет, 35 гривен. Вот тут вот здоровые киви 75 гривен, авокадо 40, имбирь 160. Берете имбирь, берете сельдерей, берете лимон, все это дело трете, добавляете мед, добавляете чай и употребляете на ура. А в Якутино рулька? 7,65. 65. Сначала сказал 7,777, потом 65. Скидка 5 гривен на килограмме. Рульку обожаю. Просто, наверное, нет такого, чтобы у меня в морозилке не лежала рулька. Конечно, идеальней, если мы просто ее покупаем и сразу готовим, но в морозилке всегда лежат. Вот, смотрите, яйца 38 гривен и 50 есть. Есть вот, кстати, даже 32 гривны. За 32 яйца я не видел. Потому что самое дешевое, которое я видел в торговом центре за последний где-то месяц, ну, 33 гривны, где-то они пишут, 32,99, примерно так. Вот тут вот у нас, мы в прошлый раз заходили, смотрели. Это у нас такой лоток для проверки. Для проверки, контрольные весы, если нужно, все четенько, не обвесили ли вас. Посмотрите ролик, в прошлый раз мы с мужиком взвешивали, обвесили его или нет на квашеной капусте. Он купил трехлитровую банку, и мы разбирались, как тут выставить по нулям цену. Все четко, все контакты. И даже, знаете, вот есть, если вы посмотрите, рекомендуемая цена. То есть, на яйца пятерочка рекомендуемая цена 49 гривен, на сало, допустим, рекомендуемая цена 170 гривен. Ну, тут как бы кто придерживается, кто нет, тут по-разному. Так, короб 145, пеленгас 120. Это что у нас? Карасть 80, судак 190. Добрый день, Амур. 220, это стейк Амура. Судак 230, семка 680. Вот я обычно, когда прихожу, когда прихожу обычно, то рыбы остается, ну, меньше. То есть, сегодня или просто заранее завезли больше, еще так красивенько все выложили, ну, респект, молодцы, не просто навалили. Или я пришел рано. Вот, кстати, череп, про который я вам говорил, 95 гривен. То есть, это привычная цена для магазина. Тут лоток такой, недешевый. Или потому что мы приближаемся к Дарнинской площади, к началу этого рынка. Или одно из двух. Цены на мед. Вот такая вот мед, 90 гривен. Квитковый, только этот закристаллизовался в баню. Не, ну, я понимаю. А, так, лесовая малая, нащавая, 250. Это очень аромат. Ой. Вот это гречка, это лопа злечка, прикольно. А вам, как и больше всего, это подобается? Мне вот это, я липу. Липа, да? А если гречка? А ПРГ, что это такое? Это ризнотравье. Ризнотравье. Это 100, это 120 гривен. 120. А это, а это что? Это воск. Воск. Зрозумев. 90 гривен. У них самый лучший вот этот. Ну, потому что тут много. Не, 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 не треба в мене, это солодко. Дякую, дякую. Так, ну, медик, конечно, вещь нужная, но я не знаю, мне мед как бы не сильно идет, я не сильно его люблю. Мед 180. Аббревиатуры понятные только продавцам. В, Л, наверное, лесной, не лесной и так далее. Тут у нас бедро индека 240, бедро без кости, филе индека 250, крыло индека 100, шия индека еще меньше. Так. Ну, как-то смотрю на продавцов, как-то они так сидят скучно. И в выходной день, конечно, на рынке народу завались. Сейчас, не знаю, или с утра просто все были, или к вечеру все будут, или просто прохладно, что тоже есть. Ну, так вот прям каких-то очередей возле всех прилавков я не вижу. Возле яиц есть, возле каких-то овощей есть, возле мясных меньше. Так, перец 89, лимон 39, мандарин маленький 39. Не знаю, вот мандарин мелкий. Если бы можно было есть, наверное, без чистки, было бы намного комфортнее. А так, пока почистишь, пока дно, пока второе, пока третье. Чечевица 80 гривен красная из всех круп. Мне больше всего нравится чечевица. Гречка 30 гривен. В былые времена она стоила под сотню. Горох 30 гривен. Пшено 35. Кускус 90. Квасоля 70 гривен. Как-то пытался, что-то мне нужно было, и фасоль пытался найти в магазине. Ну, вот хоть тресни, хоть разбейся, найти в магазине я не мог. На рынке 4 вида, 5 видов. На любой вкус, на любой цвет, на любой размер, на любое количество фасольку можете покупать. Так, сушка. Сушка, компот 100 гривен. В тура, что? Да, я эти груши ищу чистые, груш нету. Так что бузвар, знаете, одного закинул, второго, третьего, есть все, кроме груш. А груши чисто не сушат, видимо. Ну, без груш, смелый. Да, ну, понятно. Можно и без караги. Да, интересно. Прочитаю. Классика. Это, ну, наши яблоки. Ага. Груша порезала. Ну, сушеные яблоки. Конечно. Вяленые. Ну, вяленые, да. Вот груша, яблоки. И там уже добавляют у когось вишенки. Изюмчик. Вот. Ну, изюм уже, это же, это же. Изюмчики. Да, это же не традиционные наши вещи. Изюмка нам пришел откуда-то свисток. Ага. Вот. Вот вишню какую-то бросают. То же самое, и ничего с ним бросают. Вы, наверное, шеф-повар. Нет. Близкого. Да, почти отгадал. Спасибо, спасибо. Да, вкусный символ. Чуть-чуть горчее. Почти шеф-повар, не шеф-повар, но близко рассказал рецепт правильного узвара. Так, вот сушка. Вот, кстати, узвар уже готовый. И чернослив, и груша, и... А вот, кстати, еще груша вяленая 70 гривен. Я думал, что сложно найти будет. Нет, вот второй лоток 70 гривен вяленая. Для правильного узвара должна быть именно несушеная яблоко. И несушеная груша, а именно вяленая. Потому что она дает вот такой вот, ну, не знаю, как правильно сказать, дымок, не дымок. Если она вяленая еще правильно, то это вообще все четко получается, правильный узвар. Рецептов миллион. Вот кто-то, видите, готовит по одному рецепту, кто-то по другому рецепту. Вот этот мужичок, он готовит без изюма и без груши. Ну, точно так же, наверное, как с борщом. То есть кто-то по одному рецепту готовит. Вначале обжаривает, потом закидывает. Кто-то закидывает, не обжаривая, ну, не на сковородке. То есть у всех подход своеобразный. Ничего себе, нутелла. Первый раз такую банку вижу. С другой стороны какая-то банка килограммовая. То есть обычно они без горлышка. Тут какая-то с высоким горлышком. Как у вас 20 гривен одна штука. Памела 40 гривен одна штука. В прошлый раз купил памела в магазине. Пролежало 3 дня. И полпамела начала, ну, портиться. То есть реально полпамела просто пришлось обрезать. Обычно я сталкивался с ситуацией наоборот. То есть ты памеллу открываешь, и она сухая такая, знаете, вот как будто обветрилась, долго лежала. А тут просто пришлось выкинуть половину памела. Карасик 75 гривен. Судак 180 гривен. Белый амур 220. Судак 230. Щука 150. Короб. Короб 145 гривен. Халва. 110, 105, шоколадная. 115, самая дорогая 300. 300 гривен за килограмм халвы. Или 100 гривен за килограмм халвы. Выбирать вам. Творог. Килограмм 5% на 110. Моцарелла 285. Запеканка творожная 250. Ну, цены, мне кажется, на мое личное убеждение, наблюдение, понизились. То есть понизились и на творог, и на овощи, и на сало. Ну, мясо тоже самое. Друзья, вот мы с вами дошли до самого края, до самого конца рынка. Рынок у нас позади. Прошлись, посмотрели. Если вы не успеваете смотреть цены, ставьте пальцем на паузу и сравнивайте цены. Напомню, 1 доллар – это 38 гривен, 1 евро – это 42 гривны. Если вам видео такого формата нравится, обязательно прожмите палец вверх, поставьте в подбайку, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые видосы, и обязательно дайте обратную связь, как вам цены по сравнению с вашими, допустим, текущими ценами на вашем рынке, в вашем городе, на ваши, допустим, продукты. Если есть то, что вы хотели бы увидеть, ну, например, цены на какой-то определенный вид продукции, определенный вид товара, в определенном магазине, на определенной локации, обязательно напишите мне об этом, я обязательно это засниму. Может быть, я чего-то не знаю. До новых встреч, в новых видосах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok